29 сентября 2021 года Киевская «Динамо» в Мюнхене играла матч второго тура группового этапа Лиги Чемпионов 2021-2022 с местной Баварией. Луческу выпустил такой состав. Бущан, Миколенко, Шабанов, Забарный, Тымчик, Сидорчук, Андреевский, Шапаренко, Депена, Цыганков, Гармаш. В запасе Нешерет, Бойков, Вербич, Шепелев, Летнев, Караваев, Витиньо, Сыроташ, Курин, Супряга, Кензера, Антюх. Начало для киевлян было просто шокирующим. На 10-й минуте после подачи углового мяч попадает в руку Сидорчуку в родной штрафной, пенальти, которое четко реализовывает Левандовский. Полный атас, в общем, хуже не придумаешь. Динамовцы не стушевались, даже впереди что-то сообразить пытались. Не выходило, но старались. Поворотом Нойера пробивали было. Причем Луческо очень экспрессивно реагировал на моменты, когда его подопечные попадали в офсайт. Тренер предъявлял, что киевляне должны выдерживать линию. Но лучше бы Луческо защитникам кричал, чтобы Левандовские держали. Потому что поляк моменты с выходом на ударные позиции не щелкает как семечки. 2-0 на 27-ой минуте запахло динамовским разгромом. И очень жаль, что киевляне не использовали свой момент стремительной контратаки. 3 против 1, а потом 2. В итоге через пасы был выведен в штрафную площадь ДП на удар, и уже пришла очередь Нойера демонстрировать свое мастерство. Но по-новой, такие моменты нужно использовать, иначе ничего не светит в Мюнхене. Динамовцы в раздевалке явно получили втык от Мирчи, Кензера и Шепелев вышли в усиление. И поначалу киевляне действовали очень даже смело у ворот Баварии. Как раз во время одной из такой атак большими силами теряется мяч возле хозяйской штрафной. Тут же в три паса выводится на ударную позицию Гнабрий, и своим ударом от всей души едва не порвал сетку в ближней девятке ворот Бущана. 3-0 на 68-й минуте, и все вопросы о победителе матча сняты окончательно. Когда же Сане, делая подачу с левого фланга, попал в ворота, то есть мяч попросту срезался и очень удачно, мне киевлян стало откровенно шкода. Это ж надо, и так Бавария разрывает динамовскую оборону, так еще и такие шальные голы залетают. Так что Луческу только и оставалось штамолиться, причем кому угодно, лишь бы его команда опять в 0-7 в Баварии не влетела, как это было с донецким шахтером. Но никакие потусторонние силы не заменят умение играть в футбол. Что каждую минуту на поле арены Мюнхен доказывала Бавария. И когда Шупо Мотинг головой в пятый раз поразил динамовские ворота, Бущану только и оставалось, чтоб бессилие развести руками. Ну что тут поделаешь. Да, Жора, он же Гора, он же Гога. Ни-че-го. Динамо Киев, хвост и криво убито Баварией 0-5. Сказал бы и про позор, только вот если позор ожидаемый, то уже как бы и не позор, а просто суровая реальность Лиги Чемпионов, где киевлянам похоже, с учетом Бенфика Барселона 3-0 на данный момент, ничего не светит, даже перспективы Лиги Европы. Но будем болеть за наших до конца, в последующей спарке с разозленой двумя сухими разгромами Барсой. С вами был расстроенный и разозленый динамовской беспомощностью Саныч. До новых встреч.